Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Сегодня понедельник. Я, как обычно, сходила за продуктами пол первого дня. Но перед тем, как пойти за продуктами, я ходила в магазин Уф. Сначала расскажу о продуктах, а потом о том, что я купила в магазине Уф. Вот такой дали мне сегодня сырок. Костелло, наверное, с этим, с плесенью. Но он неплохой, я люблю такой. Вот такой салатик с курицей, бройлер написано. Вот такие вот, к дню друзей, два пирожных вкусненьких. Вот. Дальше колбаска вот такая вот. Вот такая вот курочка. Чили, правда, я не заметила. Если бы увидела, что чили, то я бы, конечно, ее поменяла. Я не люблю чили. Вот. Это вот тут что-то тоже сладенькое. Какие-то слойчики. Два грейпа. Один лимончик я взяла. Один синенький. Два помидорчика. Это два лука красных. Это морковка. Вот. Это опять костелло. Этот самый сыр. Это пицца такие маленькие. Виноградик. Опять макарошки. Такие вот. Это приправки, видите, для картошки. Можно сверху посыпать и запекать. И вот такой вот напиток. Такой напиток. Я не захотела брать большую бутылку, потому что эта бутылка еще и сдается. Видите, 20 центов. Она сдается. Дальше пойдемте сюда. Хлебушек взяла. Вот этот покушать нам с Ниной. Такой темный. Вот. А этот на сухарики. Большой такой. Видите, на сухарики. Хлебушек. Ну, я думаю, что он тоже, его тоже можно кушать. Но я просто отдам на сухарики. Вот это вот две упаковки. Ну, два пакетика картошки. Один себе, один для Нины. Дальше. Вот такой вот чили соус. Лева у Нины его кушает. Значит, это будет для них. Вот такой сыр салатный. Я его тоже не люблю. Тоже будет для Нины. Вот таки сегодняшним числом. Это ананасовый и два клубничных творожка. Один на обед съем, один на ужин, а один на завтрак. Семнадцатым заканчивается число. Восемнадцатого его можно еще кушать. Вот такое детское питание. Персик и яблочко. Два больших таких и четыре вот таких маленьких. Маленькие здесь у нас что? Здесь у нас малинка и черничка. Нужно было брать сколько хочешь, но тяжело таскать не захотела. Вот это то, что я взяла. Видите? Такое вот. А вот такие розы еще взяла себе. Они не очень, конечно. Ну, там был пакетик с тем, что вот это вот заливать туда. Постоят сегодня, завтра и выброшу. Ну, и так как я вам говорила, в пятницу я ходила в магазин Уф. Там было все по пятьдесят процентов скидки. А сегодня началось все по восемь евро. Я присмотрела эту шубку. Там были еще шубки. А, сначала скажу вам. Это я, привет. Я не ношу натуральный мех. Там мне не писали этих самых таких мерзопакостных всяких, что говорила, не ношу, а купила шубку. Да, купила. Но не для себя. У меня в Украине есть много людей, которые с удовольствием будут носить эту шубку. Стоила она сто евро в магазине Уф. Это, видите, секонд-хенд. Сто евро стоила. В пятницу она была пятьдесят евро. Я подошла к кассирше, спросила, говорю, начнутся с понедельника скидки? Она сказала, да. Я взяла именно эту шубку. Ну, я тогда ее и присмотрела. Она, видите, вот написана Минк. Минк – это норка из магазина Стокмана. Из магазина Стокмана. Это дорогая шубка была. Вот. И сделана она в Германии. Вот. Было еще четыре шубки, которые можно было взять. Ну, я так подумала, ну, зачем мне? Во-первых, мне тяжело будет везти. В том плане, что не то, что тяжело, а что у меня ограниченный багаж ведь. Ограниченный багаж. Поэтому я не могу везти, это самое, четыре шубки. Они у меня десять килограмм завесят. Вот. Шубка хорошая. Видите, нигде не потертая. Это рукавчик обычно здесь трется. Нигде не потертая. Вот. Там вот чуточку. Вот. Но, я думаю, те люди, сейчас переверну, которым я эту шубку привезу, будут довольны. Кому я ее отдам, я еще не знаю. У меня и подруга такая, что носила бы шубку с удовольствием бы эту. И племянница. Одна у меня есть любимая племянница. Ну, на нее она будет мала. Ну, там еще есть девочки, которые с удовольствием бы носили. Вот чек. Видите, сегодня она стоила вот восемь евро. Я дала десять евро. Мне дали два евро сдачи. Магазин Уф, Секонд Хенд и сегодняшнее число. Нам вот написано. Видите? Вот такое вот. Написано, что возвращать эти вещи нельзя. Ну, я и не собиралась ее возвращать. Вот такая шубка. Вот я купила. Довольно. Повезу. Думаю, тот человек, которому она достанется, будет носить ее с удовольствием. И, как говорится, благодарить меня. Шубка хорошая. Очень хорошая. Можно было. Я даже... Не, ну, я не скажу, что я там пожалела. Ну, просто если завтра я пойду, завтра по семь евро будет. Завтра я пойду, там уже ничего не будет из шубок. Потому что я поехала рано. Я поехала утром. Магазин открывается в девять. Но так как у меня бесплатный проезд с девяти, я села на девять на автобус. И там я уже в магазине была в полдесятого. Вот. Так как многие люди не знали, что будут такие распродажи. Я-то спросила, поэтому я знала. Поэтому людей там было, так скажем, два-три человека в магазине. Потом уже позже стали, когда я походила там до полодиннадцатого и быстренько же побежала за продуктами. Там у меня... Ну, не так рядом, но недалеко. Вот показываю еще. Вот поделюсь. Колбаской с Ниной. Отдам один сыр. Вот этот вот. Да, по половинке отдам того и этого. Одно пирожное отдам, один грейп отдам, морковки дам. Вот этот полностью отдам. Этот макароны у меня есть одни еще такие. Вот я только сварила там две штучки и все. Вот эти вот приправки отдам тоже. Этот напиток оставлю себе, потому что я Нине отдавала литровый. Вот. Хлебушек вот этот пополам поделимся кушать. Картошку одну Нине, одну мне. Этот полностью Нине для того, чтобы сделать сухарики. И вот, ну, наверное, один творог не наест клубнику. Нет, она лучше ананас ест. Значит, я ей дам один ананасовый, а себе оставлю. А вообще дам я им два, как же Лёве. Вот. Тогда дам им два одинаковых. Вот это вот два одинаковых. Вот они поужинают, а себе оставлю ананасовый. Тут ананас и манго. Так что мне все равно. Вот этот сыр дам им. Вот этот вот соус. Я думаю, он острый. Вот. И питание Лёва не ест. Значит, одно большое Нине и два маленьких Нине. И мне два маленьких и одно большое. Вот так вот. Такой у меня расклад дружбы. Дружбы, так сказать. Мне так много не надо. Одну котлету тоже отдам. Тут две котлеты. Вот. Вот стоило, вы понимаете, вот стоило 14,99 килограмм. Вот это две котлеты на 6,10. Вот. А с этого морковки, конечно, да, мне нет. Эти вот пиццу тоже тут. Их три штуки. Одну себе и две им оставлю. Отдам в смысле. Вот. И нормально. И им будет нормально. И мне будет нормально. А завтра я хочу поехать туда, в тот район, где я еще тогда ходила. Вот на той неделе. Там еще что-то возьму и тоже поделюсь с Ниной. Вот. Так что не думайте, что я все переношу. Вот это вот там все поедаю. Это ж поесть просто невозможно. Просто невозможно поесть. Вот. Так же. А может быть даже и обе отбивные отдам. Нина поджарит на вечер и картошечки отварит. Вот этой вот картошечки отварит и поджарит отбивные. И мы как раз там две отбивные большие. Мы на троих поделим и покушаем картошку и отбивные. Вот. Но это не потому, что мне дома там я не могу этого сделать. Я могу. Но мне просто как-то, знаете, как-то скучно. А Нина всегда приглашает. Говорит, приходи, поужинаем. Ну, ты поужинаем. Мои картошка и моими этими отбивными. Они здоровенные такие. Так что. Ну, что не покушать. Тут 407 грамм. Ну, пускай они ужарятся и останется 300 грамм. Как раз по 100 грамм мяса каждому. И картошки. Отлично. У Нины есть эта капуста соленая. Она солила. Вот. И покушаем. Будет отлично. Вот. Все вам рассказала. Все вам показала. Вот мои цветочки красивые. Вот. Там еще были розовые. Ну, розовые такие, совсем подгулявшие. Я взяла эти. Мне эти понравились. Все. На этом я закончу. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери. Наталья П. Пишите английскими буквами. Покажу вам еще шубку. Чудесная шубка. Чудесная. Если бы то мне шубка попалась, да. Лет 25 назад. Так я бы ее сама носила. Вот. Я в те времена носила шубки. Вот. Именно 25 лет назад. Да, когда сюда уезжала 20 лет назад, я продала. У меня была со щипанной аргентинской нутри шубка хорошая. И с козлика была шубка хорошая. Вот. И шапки были с писа, и с соболя, и с норки. Был полушубочек с этого. С норки. А вот. Ну, не хочу я сейчас. Не люблю я этого. Видите, она с пластин. Она не с кусочков. Она с пластин. Это шубка. Хорошая шубка. Пускай кому достанется, я думаю, будет носить с удовольствием. Вот. Все. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери. Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хорошей трудовой недели. У нас, кстати, сегодня после обеда обещали шторм. Посмотрим. Пока ветра нету, но обещали сильный шторм. Посмотрим, как будет. Вообще погода так ничего плюс четыре. Ну вот, пока. Хорошей вам трудовой недели. Пока.